Сегодня я вам представлю 20 мобов, которые вы хотите добавить. Я отобрал все тщательно и все распределил по местам, поэтому садитесь, берите печеньки и смотрите мое видео. Давайте выясним, какие существа вы хотите добавить в Майнкрафт. Морские скелеты. Игроки хотели бы увидеть высокоанимационных скелетов, обитающих на дне океанов и стреляющих из подводных луков. Мы бы, конечно, спавнились именно под водой, и как и утопленники могли ночью выходить на сушу. Ледяной дракон. Ваше желание видеть могущественного ледяного дракона, правящего высоко в холодных биомах. Подробно проработанный огнедыщий босс. Я думаю, этот дракон бы прибавил к Майнкрафту немного фэнтези мира. И этот дракон по своему названию, наверное, даже бы был сильнее обычного эндер дракона. Хотели бы вы его добавить в Майнкрафт? Пишите в комментарии. Номер 3. Дикая. Я думаю, он бы торговался с игроками, как и обычный торговец. Но он бы спавнил саряжи и торговал редкими вещами, по типу ведрок салотля, трезубец, дыхание дракона. Назарит в видоспехи, шаблоны ковки и так далее. Призрачный обитатель небес. Вы хотели бы видеть загадочного и величественного моба, блуждающего по голубому небу Энда? Думаю, это бы разнообразило Энд и добавило Энду немного сложности. А здоровье у него было бы как у обычного фантома. А что с него можно выпадать, когда его убьешь? Это напиши в комментариях. Название мобы Лесная нимфа. По вашим просьбам, прекрасное и загадочное существо, обитающее в густых лесах и сопровождающее игроков в их приключениях. Оно бы могло приводить в игроков какие-то данжи, или в особняк, или даже в деревни. Хищный макака. Ваша идея увидеть колоритное существо наподобие смешания макаки и хищной рыбы, обитающая в тропических водах. К нему, я думаю, вы, конечно, не будете подходить, если его добавят в Майнкрафт, потому что оно может быть очень сильным и просто убить вас. Яростная гейзерная черепаха. Ваша просьба добавить в игру мощное, обитающее в биомах существо, способное защищать свою территорию. Думаю, это существо добавит в Майнкрафт немного хардкорности. Название моба Черный рыцарь. Ваше желание включили предложение о мистическом, величественном мобе, обладающем сверхъестественными способностями. Это вообще что за жесть? Это как возможно? И десятый. Хранитель времени. По вашим запросам, загадочный моб, способный переносить игроков во времени и пространстве. Это что за жесть? Это фэнтези, открывающий новые возможности и вызовы. Примерно этот моб, наверное, будет выглядеть как фарден, но он будет мирный. Офигеть. Одиннадцать. Исследовательский кролик, существа, обитающие в новых биомах, способные помочь игрокам в поисках сокровищ и ресурсов. Двенадцать. Летающие драконы, могущественные существа, владеющие способностью летать и защищать территорию в краях мира. Дружественные обезьяны. Я перечислял вам самых злых обезьян, это клыкастые, а сейчас я хочу вам перечислить дружественные обезьяны. Они милые создания, которые могут стать компаньонами игроков и помогать в различных задачах. Ну, типа, примерно как собака, но ее нельзя приручить. Но может ее еще и можно будет приручать бананами, это, кстати, достаточно прикольно. Морские монстры. Огромные и опасные морские создания. Окунуться их встречам добавило бы азарты и испытаний в водных приключениях. Я как раз хотел, чтобы скоро добавили новое обновление моря. Конечно, его уже делали, но я хочу, чтобы добавили туда больше каких-то подводных страшных существ. Ледяные варги. Вытянные существа, живущие в снежных биомах и обладающими тайными способностями. Это как зимогор. Защитные механизмы. Мобы-стражи, защищающие определенные места и представляющие угрозы для неприглашенных гостей. Ну, например, в храме есть зомби, но там могут добавить какого-то нового моба. Волшебные феи. Эльфийские создания, добавляющие волшебства и загадки в самые темные и тринственные уголки мира. Громадные черепахи. Медленные и мудрые существа, способные нести игроков через океан с величественной надеждой. Я бы еще хотел, чтобы вот этот океан обновили и чтобы он стал больше. Ну, знаете, это чтобы как в настоящем океане. Подземные гиганты. Загадочные существа, обитающие в глубинах мира. Очаровавшиеся своими таинственными запасами и мудрыми действиями. Хотелось бы, чтобы добавили каких-то гигантов в Майнкрафт и много вот этого всего фэнтези. И, ребята, кстати, я хочу дополнить теперь свои, что я хотел бы добавить в Майнкрафт. Я бы хотел добавить в Майнкрафт больше каких-то насекомых. Допустим, муравьев, каких-то, я не знаю, бабочек. Бабочек, например, чтобы они пыляли цветки. Конечно, есть уже и какие-то даже, знаете, пчелы, которые пыляют цветы. Но я хочу, чтобы еще это были бабочки. Муравьи. Муравьи, они, знаете, прикольные. Чтобы добавили, я не знаю, как-то больше ручков и насекомых. Еще двадцатый, последний. Я хочу, чтобы добавили самое главное. Это крокодила. Ну, подумайте сами. Крокодилы. Это самое главное, что должно быть в Майнкрафте. Я обожаю крокодилов и я хочу, чтобы их добавили. Двадцать один. Капибара. Ее можно было бы кормить с помощью яблок и каких-то других фруктов. Встречалась бы она, конечно же, в болотах. Я думаю, это бы был очень прикольный моб. Эти мобы вызвали огромный интерес идеями, призывами к творчеству и изобретательности разработчиков. Какой моб вам понравился больше всего? Делитесь своими мыслями в комментариях. Спасибо за просмотр. Следите за обновлениями и не забудьте подписаться на канал. Ну, а с вами был я, Ханди. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok